Сейчас мы выиграем Гарантирую Поехали! Вперед! Наша любимая бесполезная ловушка Не-не-не, все хорошо Жру на Афанасий Чернокнижник Добро пожаловать Ролл Паша Топчик Призрак, добро пожаловать Мы играем на БВДух Знает кто Кто знает Добро пожаловать Ох, как много нам на БВДух купили Чуваков Окей, 100 золота, в магазин мы не пойдем Пойдем сюда Окей, знаете что Я настолько уверен в победе Что мы можем сделать ставку на прохождение миссии Я прям вот очень уверен Пройдет Ли стример Ми Миссию Я очень уверен Десять минут даже на ставке Я уверен, что мы в первом бою не проиграем Окей Так Ты чего хочешь? А ты нашла Ты нашла нам бойца Лукса По-моему, если мы тут будем сражаться, мы получаем этого бойца Отлично Смотрите, как много бойцов Отлично Так Командировку мы можем себе даже позволить здесь Оп Что это такое? Имба Поваренная книга берсерка Монстры в авангарде при получении Смертельного урона остаются с 1 здоровья 1 раз за бой Берем, 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 берем Мы рукодоби пожертвуем сюда Но это офигенный релик Он сейвит Очень часто Тренера не смогли Сделать На тренировку денег не хватило Но кому сейчас легко Пошла жара Идем на ветеранов Выставляем наши лучшие пати Тебя сюда, тебя сюда Окей, вторую пати Паша топчик во вторую хочет Так, это масса урона Везде здесь у нас есть Все, все хорошо Все отлично Костяной палач, конечно, немножко бесполезен Бум, поехали Две наги в первую Два головомета во вторую Наги не очень пока хороши Наги во второй пати Станы вешают Они неплохие Окей, но здесь мы ставим Механического паука Пантора ничего не делает Кстати, ледяные пещеры Любимые всеми Окей Монах Воин Воин сразить там Гоевому духу Очень хорошо Монах Монах Плохо Окей, я что-то не так уж уверен Не-не-не-не Все будет хорошо Мы затащим Мы затащим Нас бьют физикой Физикой, ледом впереди У кого есть броня Из ледяного сопротивления У тебя Тебя можно вперед Если тебя кинет О, Оллолечка тоже у нас здесь есть Физикой, лед Тебя бы поставить Скелет маг Оллолечка Но не получается Разисты очень не подходят Значит, тогда ставим Ставим тебя сюда Ты точно впереди не будешь И Резисты ужасные У мага Надо либо Гаргулью ставить Либо Тебя Гаргулья лучше По всем параметрам Она уныние накладывает Монаха имя топовое Да, У Окей Монаха зовут У Окей Головомет Вперед Кайф Эмм Так Пашу топчиков Самое безопасное место И Либо лукса Либо булочку С С4 Либо лукса Давай тебя Погнали Мы готовы? Ящик Пандоры В самом конце Делаем панику Которая будет ничего не делать Но неважно У нас есть Замедление Замедление Кайф Пошла усталость Усталость Очень сильна Гаргулья пошла Делать уныние К сожалению Уныние нам не настакать Но мы уже Хороший урон нанесли Уязвимость К стихиям Неприятно А нет У нас есть чем Стакать уныние Конечно Головомет делает О, он снял Он снял Замедление Монах снял Замедление Монах руина Он жив С одним хп Имба Релик Абсолютная имба Он дал Дополнительный ход К чернокнижнику Жруну Афанасию Живи чувак Чувак живи Нет Не выживет Эх Хороший урон Мы нанесли Хороший урон Этой пачкой Теперь Мы делаем Легкую мишень Под следующую ловушку На всех Куча паники Так Кого мы выносим У кого плохой Разъезд к воздуху У мага Значит мы стреляем В него И он будет Распространяться Ох У него даже хп Уже почти не осталось У мага Можем ли мы его убить Призрак Призрак ему оставляет Там 1 хп Атакой Блин 1 хп Надо бить тогда Варвара Блин Было бы так круто Если бы на всех Ненавесили Стихийную язвимость Жив Опять сейвит Опять сейв Сейв релика Есть Минус 1 Минус 2 Минус 3 Есть Изи С первой попытки 0 проблем Я говорил Боли те кто сомневался Окей Булочка мега хороша С С4 Джедай Ты здесь Джедай костяной культист Отличный боец На боевой дух Может быть массово Потеря боевого духа удваивает Если цель под действием Двух штрафов Накладывает панику Варьер гарде Когда стоит Просто пушка Вообще один из лучших бойцов На боевой дух Так хорош Культист Один из нас Один из нас Окей 250 денег В наличии есть Что мы хотим Еще бойцов Или Нет Пойдем мы в магазины Еще Или будем эти деньги Оставлять Ну Окей Нам бы вот этих Ребят на отдых Отправить Но у нас все равно Еще дофига бойцов Остается Хорошие пактя Тренера Ну а тренера 200 золота Это на 1 апгрейд Хватит На тренера надойти Когда у тебя есть Хотя бы 2-3 чуваков Прокачка Я думаю, посмотрим торговца О, женщина Офигенно Женщина так хороша Покупаем ее, ок Покупаем А здесь я пойду к сборщикам Дани У нас есть Жизни Так, теперь события Ну, слезы нам не очень нужны Я возьму чуть-чуть слез Двадцать И командировка или инженер Ну, инженер нам не нужен Нам лучше купить новые ловушки Поэтому командировка Гаргулью отправить за перчаткой Ведьмина перчатка Урон наносимый монстрами Героям с максимальным здоровьем Увеличивается на сто процентов Я не люблю этот артефакт Я не большой фанат этого артефакта Потому что, по-моему Он не работает на боевой дух Мне кажется, что мы его тестили Мне кажется, что Когда урон по боевому духу Там отдельно пишут Урон по боевому духу По-моему, он не пашет Поэтому мы жру на Афанасия Отправим взять сто голды И себе две мотивации За пять дней Ну, так как его оставить на отдых Только он еще сто голды принесет И следующий бой Мы идем на ветеранов Мы идем на ветеранов У них плохая комната отдыха на хп Мы получим артефакт Я буду счастлив Все будут счастливы Правильно? Правильно Идем побеждать Патьки готовы Гаргулью можно отправить отдыхать Хотя вот этих двух ребят Отправлять отдыхать на ветеранах Стремно Джедай Он джедай во второй патьке Намного лучше смотрится Он так хорош Так Михаила можно поставить в первую Тебя в первую Тебя лучше во вторую Для критов Первая патька хочет Кладывать дебафы Тогда 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 У нас слишком много во второй пати Чуваков Барлёху можно в первую Он накидывает уныние Кайф Ты бьешь сзади Ты бьешь впереди Кого еще в первую поставить? Нам не нужно так много народу Во второй Маса урона не хватает Хотя нормально Пойдет А думаю что пойдет У нас просто во второй будет больше опций В первой меньше У нас в первой патьке будут проблемы с резистом к природе Поэтому наверное придет ассасин Можно чудо-женщину поставить в первую Джедая в первую А у него такая сильная Одиночная атака Массовая у него Когда под штрафами Чуваки Но штрафов у нас Двух разных нет Не знаю Мне кажется что лучше Первую патьку вот так оставить А вторую уже по ситуации Выставлять Самых выгодных бойцов Можно двух змей поставить В первую Я думаю что мы так оставляем Нормально Даже не нормально Я бы сказал что будет хорошо Да Я уверен что будет хорошо Знаете что на всякий случай Я выставлю двух В первую патьку головометов Мало ли чего Погнали на ветеранов Я верю Ассасин Иммунитет куны и не ассасин Но почему Мне кажется Мне кажется Или на этой сложности Выгорание Ничего не меняет Два боя Через два боя От выгорания Или бой Через бой без выгорания Так и так Монстр Пятидесяти процентов Боев участвует Луркер Спасибо большое За донат То есть сердечко Так подожди Мне надо твою информацию переварить Окей монстр дерется Монстр отправляется на отдых Монстр подрался Монстр отдохнул Монстр подрался Монстр отдохнул Да Пятьдесят процентов А если Монстр подрался Монстр подрался Монстр отдохнул Монстр пропустил Йоу Погу ты прав Милка Спасибо тебе большое Спасибо тебе огромное За Еще 10 подарочных подписок Милка Ты просто легенда Легендарная Милка Легендарная королева Енотов Некромантов Спасибо тебе большое Милка Блин нам нельзя Теперь вообще Проигрывать никак Двадцать Не десять Двадцать О мой бог Енот Некромант Предводитель Темных сил Милка Спасибо тебе большое О господи Жесть Ребят Спамьте ваших енотов Некромантов В чат Спасибо тебе большое Так много подарков Подарков от Милки Спасибо тебе огромное Милка От всего сердца От всего сердца Ребят Обязательно напишите Спасибо Кому Подарила Милка Подписки Напишите ей Спасибо Я думаю Ей будет очень приятно Спасибо тебе Большущее За За праздник Благодарю Еноты Некроманты В чат Шестьсот пятьдесят шесть Бойцов в армии Еноты Некроманта От Милки Огромное Огромное Спасибо тебе Милка Победа для тебя Я уверен Несмотря на ассасина С иммунитетом Кунынию Я все еще уверен В победе Так Немножко Мы это сделаем Мы это сделаем Мы победим Ох Как же Природный урон Нас будет бить Сильно Окей Мы делаем это Мы делаем так Так И мы танковать Ставим Блин Этот массовый Ледяной урон Маг делает Жесть И мы танковать Ставим Тебя Окей Я уверен Что мы затащим Спасибо тебе большое Милка Окей Нам нельзя проигрывать Спаун ловушек Не очень Но мы затащим Мы затащим Я уверен Не теряем Не теряем веры Ребят Просто выигрываем Просто берем И побеждаем Окей Здесь вот Расстановка Супер важна Окей Мне подходит Булочка с Т4 С плохим Разистом К воздуху Мы Вперед Поставим Тебя Женщину Шаомиха Женщина Так сильно У нее 50 разист К воздуху 30 к природе То что нужно 15 ко льду Дальше 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 Джедай Я думаю И Просто Джедай И Призрак Да Призрак На второй Позиции Джедай На третьей Позиции И они Оба будут Очень сильны Они будут Так хороши Все Вот наша Расстановка Булочка С4 Пока отдыхает Ящик Пандоры Под конец Давай Шаомикс Затанкует Я уверен В этом Кайпаук Пошел Паника Окей Мы хотим Стрелять По Минусовому Резисту К воздуху То есть По ассасину Выстрелы Распространяются Кайф Хороший Урон Хороший Келен Привет Живем 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 Есть Пошло уныние На ассасина Уныние не действует Но поэтому Мы его и Таргетили Не понял А что уныние Это не действует А уныние действует Все нормально Все нормально Все нормально Делаем Много Уныния Первая Патька Сыграла Не идеально Но нормально Там сколько-то Уныния Настакалось И это Хорошо К сожалению Наводящий Дрон Абсолютно Бесполезен Но это Урон По боевому Духу Вот вторая Ловушка Заспамнилась Фиг знает Где Мы у нас Проблемы Но паника Активна И у нас есть Криты Сейчас У нас есть Хорошие Большие Криты Раз Крит У нас есть Массовый Крит Ударить Этого Чувака Или ударить Массово 48 Плюс Усталость Или 12 Или 24 Массово 24 Массово В общем Больше Урон Для Культиста Мне нужно Зафокусить Водо Чувака Плюс Усталость Плюс Паника Девушка Стреляет Она жива Но она умрет От яда У меня все Умерли О нет Ну Было Прикольно Все Бесполезно Добивать Нечем В любом Суча Герою Нечем Добивать Он Наносит 10 Урон Они Ничего Не делают Даже Даже Не близко Хотя Мы Выставили Всех Лучших Бойцов Так Насчет Того Что Говорил Луркер Я запомнил По Мому Луркер Прав Я Что-то Даже Не подумал Об этом Мне Кажется Что Луркер Дело Говорит Луркер Дело Говорит Не надо Отбонстров Отправлять На отдых В общем Смотрите Смотрите Какое Дело Сейчас Подождите Верующие Простите Простите Верующие Смотрите Новая Тактика Мы Кстати Играем Я Я Мы Не Закончим Этот Стрим Пока Не пройдем Эту Миссию Начать Начинаем Смотрите Смотрите В чем Фишка Допустим Милка Прости Я проиграл Я проиграл Милк Я проиграл Спасибо тебе большое За 10 еще подарочных подписок Спасибо тебе огромное Милка За За 10 Еще подписок Для Бойцов армии Нот Некроманта 666 Красивое Число Очень Очень Красивое Число Благодарю Тебя Милк Слава Величайшему Некроманту Королеве Некромантов Слава Благодарю Тебя Обязательно Напишите Спасибо Кому Милка Подписки Подарила Ничего Не соображаю Обязательно Напишите Спасибо Будьте Будьте добры Окей Но У нас новая тактика У нас новая тактика Сейчас я вам ее расскажу Во-первых Мы возьмем Груду костей Потом мы рольним Возьмем еще одного Еще одного Огненного скелета Не стоит дублировать бойцов Наверное Да Да Я думаю Что дубликаты бойцов Делать не стоит Пойдем События А потом Торговца Уп Кстати Хорошее золото Для торговца Окей А это Ролл Это Купить Это Ролл Это Купить Мы в порядке Еще одно событие Сейчас все Расскажу Мне А теперь Я Вам Расскажу Про новый план Который На который Мне подсказал Луркер Милки Еще раз Огромное спасибо Милка Я сейчас для тебя Все таки выиграю Короче Нет смысла Монстров Отправлять Отдыхать Говорит Луркер И по-моему Он прав Короче Монстр После того Как падает Обычно Пропускает Следующий бой Один Но за свое Время Пока он дерется Он может Два боя Провести То есть он В двух боях Участвует Один Пропускает В отключке Да Но если я его После каждого боя Буду отправлять Отдыхать То в итоге Он будет В итоге Он Он будет Вместо этого Пропускать Каждый второй бой А не каждый Третий бой Разве Отключка Не на два боя А даже Если отключка На два боя Монстр Будет участвовать В большем Количестве боев Главное Чтобы в конце У тебя было Намного больше Чтобы в конце У тебя было Намного больше Монстров К финальному Бою Это важно Монстр Может упасть А потом Окажется Что без него Вообще Никак Ну Блин А может Монстр Не упасть Ты его Не выставишь Ты его Отправишь На отдых А потом Окажется Что без него Вообще Никак Ты же Не знаешь Какие Придут герои До того Как зайдешь В бой По моему Луркер Прав И чисто Математически Выгодно Монстров Не отправлять На отдых Никогда Ну Если они Не лишние Главное Чтобы К финалке Было нормально И все Поэтому Мы Сейчас Так И будем Делать Первый Бой Здесь Очень Плохой Там Герои Сресом Боевого Духа Я надеюсь Что мы Затащим Все равно Надежда Глупое Чувство Говорил Сэр Джуфин Хали Да он Шарящий Чувак А мы Тебя Поставим Во вторую Патю Мы Тебя Не Поставим Во вторую Патю Погнали Сложный Здесь Мы Может быть Проиграем Этот Сложный Бой Но Неважно Мы Рискуем Сейчас Если К заступникам Никаких монстров Не будет Все отключились По идее Такого Не должно Быть Ассасин Никого Нет С иммунитетом К унынию Это хорошо Ассасин Не опасный Обычный Мы По идее Норм Должны быть Плохой Спавный Ловушек Просто Конечно Кайф Да Ловушки Классно Заспавнились Все Супер Ловушка В самом Начале И две Остальные Ловушки В самом Конце Но мы Всех Монстров Не сможем Отключить Да У нас Все равно Будут Доступны Несколько Массовый Природный Массовый Воздух Короче Неважно Как мы Расставляемся Перемешивание Не имеет Смысла Все враги Бьют Мас уроном Поэтому Неважно Как мы Стоим Вообще И Тогда Мы Здесь Поставим Попробуем Груду Костей И Здесь Паука В конце У нас Сейчас Весут Блин Так У кого Плохой Резис К воздуху Мага Расположение Ловушек Ужасное Ну А Что Ты Сделаешь Ничего Не Сделаешь Только Играть С тем Что Есть Давай Кто У нас Ракха Чернокнижник Ты Ты Наша Надежда Твоя Усталость На героев Будет Просто Класс Сходи Еще Раз Пожалуйста О Ракха О Великий Ракха Тащи Брат Делай Это Он Так Хорош Усталость Так Сильна Минус 30% Наносимого Урона Ракха Ты Сделал Хорошую Работу Молодец Чувак Я имею Ввиду Большего Желать Нельзя Было Мы Накидали 5 Уныния Мы Сделали Панику Мы В Порядке Есть Вторая Патя Нужно Хорошо Работать Варлок На следующий выходной Планирую поехать в Карелию В поход с палатками Как давно ты был в походе В полноценном походе Блин В полноценном Таком Фул Поход Билде Я был Наверное 10 лет назад Я очень Давно Не ходил В поход Это кстати Хорошее Замечание Я давно Не бывал В походе В теории Они мне Очень нравятся Походы На практике Что-то Вот как-то Не получается Все Не получается А был В Судаке Я там Жил В Генуэзской Крепости В палатках Было круто В Крыму Судак Крым Не рыба Я не залез Внутрь рыбы В Судаке В смысле В городе Судаке Надо было оглушение Нам очень нужно было оглушение Здесь Давайте хотя бы добьем этого чувака Только пожалуйста Не оставить их всех С 1 хп Они все остались С копейками Нет Оно сработает Ооо Ловушка Супер важная Вы видели сейв От ловушки Чат Оно спасло Ловушка легендарная Эбла Лучшая ловушка За всю историю Человечества Она тупо Засейвила всех Оооо Окей Берем Песеля Песель Кайф Окей Ловушка Мега крута Лучше чем все бойцы И Мы никого не отправляем Больше отдыхать Никогда Пофиг Нам будет вырубать бойцов Ну и ладно Вот они когда ресснутся Тогда и ресснутся Так что вообще Не смотрим на боевой дух Что есть То есть Ловушка Пога Так что да Я уже сто лет не был В этом Не был В походе Так я думаю Мы хотим к торговцу пойти А No game no life Ящик пандоры второго уровня Ящик пандоры Уровни не нужны Он Так работает No game no life Это мажоретка И он неплохая Так она байва дух Плюс дочь Еще один скелет Меня устраивает Давайте мажоретку нанимаем Джедая и no game no life Окей Ящик пандоры Но он лучше чем паук Наверное Хотя паук тоже неплох На самом деле Мне показалось Пойдем апгрейдиться Окей Идем к тренеру Вот теперь я думаю Время сходить к тренеру 450 золота Два апгрейда Мы можем сделать Окей Ракша Вообще красавец Просто пушка Затащил Как Как Просто бог Первую В первой пати Мы его апгрейдим Кому еще апгрейд Александр Горностай Тоже в первой пати Тащил Вторая пати Пулочку с С4 Всегда хорошо Проапгрейдить Это криты Всем А там при Полном апгрейде Там два крита Ух А No game no life Если загрейдить Интересно Будет ли там Апгрейд на уныние Проверим Песель По моему Уныние Начинает накладывать При апгрейде Кстати Мм Блин Все апгрейды Такие вкусные Все Все Давай no game no life Окей Я решил Мажоретку На третий уровень Да И теперь она накладывает Уныние Отлично Она становится Намного лучше бойцом Для первой пати Она будет в первой пати Потому что масса урон Окей Алхимик Пока рано Мы можем сделать Ритуалы Призвать демона Что я всегда рад видеть Кого мы призвали По моему Гаргулью Кринч лорда Нет Кого мы А нет Мы вот этого чувака Призвали А разносчик чумы Этот чувак на яд Нам не подходит У него есть атака На боевой дух Но он не идеален Его бы в командировку отправить Булочка с c4 Может нам привести Нечестивый саван Атаки монстров Снижающий боевой дух С вероятностью 50% Накладывает обморожение О, у нас все атаки Снижают боевой дух Я имею ввиду Булочку жалко Но У нас все атаки Бьют по боевому духу И Это может помочь герою В итоге добить По идее Мы должны Кучу обморожения Накидать И это Даст нам баф На героя Булочка Хорошая работа Да, героя будет проще добивать Я согласен Это хорошая идея И здесь Опять Опять ловушка легкого боя Я не хочу идти на сложный Я не могу идти на сложный Ставка Да, да, да Окей, окей Нам нужна ставка Нам нужна ставка Пройдет ли стример Миссию Держите Окей, окей Погнали в легкий Блин, сложный Очень плохо Там снятие дебафов Супер опасно Легкий Выглядит Лучше всего Бедствие Один меч Я имею ввиду Ты чего? Мы опять Умрем Здесь На легком Бое Вместо Сложного Я не верю Что мы умрем Окей, давайте Распределение Только сделаем Поставить Как? Да, мы никого На отдых Не отправляем No game, no life Точно первый Вот эти все, ребят Первая пачка Наверное, скелета Мы можем переправить Во вторую При необходимости Не, не Лучше вот этого Головометателя Во вторую Переплавить Переправить Переплавить Переправить Короче Что-то сделать И тебя в первую Может быть Нужно будет Чтоб ты танчил Природу Я не знаю Ты бесполезный Поехали Идем на легкий Бой Опять Идем умирать На легком Бое Иммунитет К унынию Нету Но есть Волшебница С иммунитетом Ко всем штрафам Включая уныние И заморозку Вот она будет Нашей проблемой Ловушки Как обычно Кайфово Расположены Хотя бы Одна нормальная Окей И Барт С Ресом Боевого духа В начале хода Но Барда Мало Своего Боевого духа Встроенного Ты бьешь Природой Ты бьешь Огнем Ты бьешь Физикой Массово Природа Огонь Бьют нас Впереди Природа Огонь А от природы Защиты Вообще Ни у кого Нет Что очень Интересно Мы уже Какую Пальку Играем И от природы Защиты Вообще Нету Монстров В принципе В этих В этих Пальках Наших У инженера Видимо Ему Ну видимо Не судьба Поэтому Природа Будет бить Нас сильно Природа Бьет Сзади Я могу Вот этого Чувака Поставить И он Будет Танчить Природу У него 140 ХП Впереди Огонь Окей У кого Разист К огню Ой Майкл Лидер Идет Вперед Давай Чувак No game No life Тоже Неплохо Брони У нас Правда Нет И массовый Урон Барда Будет Блин Душить У тебя Есть броня Надо Чернокнижник Оставить Но у чернокнижника Минус 50 Броня Минус 45 Минус 30 Броня Но единственное На броню Я могу Песеля Выставить Все Что я могу Придумать С другой Сороны Чернокнижник Накладывает Усталость Усталость Это минус 30% К урону Чернокнижник Должен быть В итоге Лучше Чем Какой-нибудь Чувак Который Танчит По идее Вот это Наша Патя И у нас Тут Весь Масс Урон У Гаргулии Есть Уныние Но у нее ХП Очень мало У нее К природе Разис Плохой Но у нее Есть броня У Гаргулии Один Уныние В отличие От Два Здесь И ХП У нее Меньше Хотя Брони 15 Типа Но ХП Меньше Я думаю Что Вот Наша Расстановка Погнали Так Ловушка Перед Нашими Чуваками Должна Быть Вот Эта Гора Костей Самая Сильная Хотя Я только Одного Демона Выставил И Здесь Мы Будем Уже Пытаться Добивать Окей Здесь У нас Резистов К природе Все еще Нету Палача Есть Типа Окей Палач Будешь Танчить Природу И Нас Впереди Бьют Огнем Ну Это Опять Огненный Маг Еще Один Ну И Ставить Надо Одного Из Головометов Ставить По-любому Головомет Огромный Урон По барду Может Делать Может Массово Бить Да Давай Давай Чувак Ну Давайте Поставим Ящик Пандоры А не Паука Да Поставим Ящик Пандоры Может Он Там Еще За Усили Ящик Пандоры Может Быть Еще Усили Этот Так У тебя Минус 15 К воздуху Мы Бьем Тебя У нее 500 Боевого Духа Жесть Дальше Пандоры Может Обморожение Еще Усилить Окей Пошла Усталость Боньк Вон Обморожение Тоже Пошло Магичка Неубиваемого Скелета Спасибо Магичка И давай Страх Покойников Еще Уныния Больше Уныния Бога Уныния Больше Обморожение Бога Обморожение Кайф 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 Смотрите По хп Это урон От обморожения Крутой Проходит Прям Вообще Кайфовый Он Жив Он Мертв Но все Остальные Живы Йоу Чуваки Обморожение Это вообще Тащит Гляньте На хп Вот этой Подруги 6 5 Это 30% Урона По хп А хильнулась Конечно Потому что Она хилка Типа Ну это Круто Так Стан на барда Или гоблинскую Тревогу Не не Надо бить Гоблинскую Тревогу Делаем Минус Всем минус Делаем Они под Паникой Терноводящего Дрона Ох Сейчас Следующая Ловушка Даст Жару Боник Правда Только Двоих Но все Равно Барт Почти В минусе Он На себя Додж Наложил Гад Я бы Мог Его Сейчас Снять Но У него Додж В последний Момент Задодж Гад Но мы В порядке Мы должны Быть В порядке Пьем Масс Атакой Да Делаем Масс Атаку У барда Четыре Боевого Духа Ему Капец Пошел Так Подожди Огненный Шар У тебя Восемь Боевого Духа На тебе Четыре Уныния Ты сбежишь Пугаем Магичку Магичка Не пробивает Они Все Убежали Йоу Оу Вау Уау Иуа Кэт Шоп Стал Призраком И присоединился К пачке То что нам Нужно Ок Прекрасно Мы в полном Порядке Йоу Я не знаю Что Но по моему Мы Это делаем И Подсказка Луркера Про то чтобы Бойцов Вообще Не отправлять На отдых По моему Это Очень хорошая Была Подсказка У нас Правда Все бойцы Покоцанные И теперь Но у нас Много Запасных И Может быть Теперь Мне Нет У торговцев Мне нужно Поискать Как бы Я хотел Нанять Дерево Но мне Не хватает 20 золота Козлы Все Нам было Ловушек Купить Да Но потом Не особо Нужны слезы Дайте мне Лучше Голды Дерево Офигенная Легендарка Может Может Еще Командировку Перед Торговцем Я вижу Там Герои Мы Как раз И узнаем Как Наш Тактика Против Героев Будет Работать Командировка Перед Героями Наверное Не лучшая Идея Но Типа Кому Слегко Трансмутация Силы Монстр в авангарде Наносит На 2% Больше Урона За каждый Потраченный Процент Здоровья По-моему Эта штука Не работает Чуваки Мне кажется Что Эта Фигня Работает Только На Опять же Урон А не на Боевой дух Поэтому Не будем Брать Ее Эм 175 Золота И слезы Отправить Майкла Лидера На миду Он хорошо Работал Ладно Отправим Его Ок И Перед Боем Я пойду К торговцу И попробую Нам найти Ловушек Хороших Или Часовщика Еще неплохо Найти Было бы Часовщик Очень хорош Ящик Пандоры У меня Есть Еще Одна Гора Костей Я имею ввиду Гора Костей Тащит Можно Их Две Выставить Дайте мне Еще одну Нормальную Ловушку Нет Ловушки Есть Пси Бесы Я думаю На данный Момент У меня Монстров Хватает Я оставлю Золото Пси Бесы Не нужны Окей Заступники У них Плохая Комната Отдыха На ХП Погнали Варлок Ты про ставки Забыл Нет Я только что Сделал Ставки Ставки Были Окей Кто Куда Что Зачем Часовщик Точно Первая Патя Масс Урон Масс Урон Масс Урон Масс Урон Бум 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 Все работает Отлично Вторая Толик 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 Хардкор Йоу Толик 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 Песель Если Если Или Мажоретка Мажоретка Танк Потому что Она Доджит Не хуже Песеля Атака У нее Намного Лучше Думаю Мы точно Хотим Выставить Часовщика Он Новичок Но Все равно Часовщика Песеля Тебя Ловушки У нас Очень плохо Ловушки Ужасно Да Все ловушки Фиг знает где Ну хотя Одна ловушка Сработает Эта игра Думает Ну Ходят слухи Что игра Контрит Твой билд Один раз Когда я поспорил Такой Нет Типа Фигня Чат Вы фигню Придумываете Я сразу Потом Зашел В игру И игра В идеале Законтрила Мой билд Поэтому Я Теперь Верю Ок Так Часовщика Можно Поставить И критануть От пёселя Он может Критануть Хорошо Вопрос Сюда Огненный Маг Или Мажоретка Ну Мажоретка Блин Покруче Будет Чем Огненный Маг Сейчас Намного Плюс 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 Доджит Тогда Я не ставлю Тебя И не накладываю Усталость А усталость Блин Неплохо Очень Неплохо Может Тогда Всё-таки Мажоретку Вперёд И накидывать Усталость Усталость Блин Решает Мажоретка Доджит Первую Атаку Она Задоджит Семьдесят Один Воздушного Урона Это Лучше Чем Пёрсит По идее В теории Мы так Больше Урона Должны Нанести Ну Да А стоп Часовщик Восемьдесят Скорость Блин Часовщик Не всех Пробивает Часовщик Не будет Минус Боевой Дух Делать Здесь Ммм То есть Часовщик Бьёт Двух Первых Так Да Есть Вариант Поставить Всё-таки Стак От Уныния Ммм Но Часовщик Бьёт На Пятьдесят Здесь Здесь На Сорок Пять Не Часовщик Очень Силён Всё равно Оставляем Часовщика Всё Вот Наш Билд Мажоретка Будет Танчить Лицом Мы Ставим Не Ящик Пандоры Мы Ставим Здесь Груду Костей По-любому Потому что Она Сработает От Уныния Так Вторая Пати Кто Танчит Физику Ты Но ты Максим Сегодня Не Очень Видимо Ты Тогда Хотя Ты Будешь Мёртв Очень Быстро Сзади Огонь Ну Огонь А Блин А Как Мне Призрака Здесь Поставить Призрака Никак Сзади Бьют Огнём Не Не Мы Можем Тебя Поставить Нормально А У Палача К воздуху Плохие Резисты Блин Тогда Тебя Не Вперёд Тогда Тебя Сюда А Палача Сюда Часовщик Работает Часовщик Наносит 10% Урона По Боевому Духу Если Скорость Цели Меньше Чем У него Но Там У Лучницы Скорость Больше Часовщика Он Будет На Двоих Работать В итоге Он Всё Рано Дофига Наносит Урона Плохо Что Мы Без Призрака Призрак Вместо Палача Окей Призрак Вместо Палача Я передумал Палач Так Плох Палач Вместо Вот этого Чувака Возможно Палач Вместо Тогда Паук Нет Круто Костей Всё равно Больше Всего Урона Наносит Поехали Бум Всем Пожалуйста Три усталости Будьте Добры Кайф Пошло Жара Пошла Жара В смысле Временной Кошмар Вперёд Бум 50 по боевому Духу Кайф Изи Додж Минус Призрак Ну Типа Кому Слегко Капец Он пробивает Персинговый Урон Жесть Больше Уныния Богу Уныния Ещё раз Временной Кошмар Небольшой Такой На 65 И всё Такое Эх Часовщик Ещё раз Не сходит Это было Неплохо Для первой Пати Удар По двоим Наводящий Дрон Довольно Бесполезен Но мы Опустим Ниже 50% Хотя бы Боевой Дух Что Обморожения Ни на ком Нет Они сняли Обморожение Вроде Никто Не Никто У них Не рессает Не снимает Дебафы Странно Значит Не прокнуло Да Просто Мы хотим У нас есть Шанс Оглушения Сейчас 50% Шанс Оглушить Давай Есть Он оглушил Чемпион Герой Невероятная Хомбрюс Невероятная Нага Нага На все Времена Он Так Хорош О Обморожение Прошло Мы Живем Пугай Его Давай Еще Раз Давай Сделай Это О Бог Просто Бог Невероятный Повелитель Стихий Он Так Как хорош Пугайте Всех Кошмар 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 Его Все Убежали Лучница Осталась Лучницу Наш Герой Должен Убить У нее Разит К воздуху 30 У нее Боевого Духа Такие Копейки Это Тебе Не Спарта Отправляйся Обратно В свое Спартоведение А Надо Доджить Ловушку Эм 59 И то Для героя Кстати Вот это Небольшая Проблема Но Вроде Мы Должны Убить Развит К огню У нас 20 Я думаю Вот так Лучше 43 Обьет На 53 Плюс 20 Четыре Хода Бомбой Четыре Хода Бомбой Или Или фиг знает Сколько Ходов Вот так Но так Мы получаем Очень мало Уронов Раз Раз Два Три Четыре Пять Пять Ходов Но здесь Мы меньше Урона Получаем Потому что Каждый Ход Это Плюс 43 Блока По-моему Вот это По хп Выгоднее Сколько Это был Какой Третий Ход Да Пять Ходов Но Но В итоге По хп Лучше Четыре Пройдены Герои Хо 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 Это Делаем Окей Жруна Афанаси Извини Ты Бесполезен А приманка Берем Дополнительное Действие К следующей Обычной Ловушке Это Как Гном Только Наверное Лучше Чем Гном Приманка Кайф Хорошая Ловушка Можно На груду Костей Использовать На что Угодно Нас Много Полегло Народу 11 Ходов 9 9 Ходов 5 Ходов Но У нас Все Еще Есть Бойцы И Мы В Порядке И Впереди Черный Рынок Знаете Как Мы Можем Поднять Сейчас Кучу Денег Накупиться Скупиться На 500 Голды Пойти В черный Рынок И всех Продать Вообще Покупать Всех Подряд Погнали Купить Купить Обновить Купить Купить Ловушки Там Не Продаются Оп Стоп 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 Купить Вентилятор Как Ловушку Для Себя И Купить Песель У нас Был Вроде Да Купить Олу Лолечку Прости Олу Лолечка Мы тебя На продажу Покупаем Окей Теперь идем В черный Рынок И продаем Все лишнее Что я купил Так Сукуба Лолечка Это Не на Боевой Дух Голем Не на Боевой Дух Смотрим Что мы Еще Можем Продать Так Я Смотрю 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 А вот Этого Чувака Который Нам Из Ивента Пришел Вот Этого Чувака Вроде бы У меня Еще один Такой Лишний Был Так Механика Себе Сэйф Можно Оставить Можно Продать Не знаю Кто Нам Еще Здесь Не Очень Нужен Чат Посмотрите У нас Че Дофига Бойцов Стой Че Стой Че Стоять Стонгс А не Стой Вот Вот Стонгс Это Верно Что Это Немного В Плюс Но Я Не Всех Продал Кого Купил Мы Еще Скелеты Можем Этих Продать Но Думаю Их Оставить К Зэкс 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 Наши управляющие Точно менеджеры Не работорговец Наверное Зэкс Можем Одного Скелета Огненного Продать У нас Слишком Много Огненных Скелетов Я не Уверен Что Нам Нужны Пси Бесы По-моему, да, псибесы, наверное, лишние Как бы у них атака сильная По боевому духу, конечно Хотя и продаются они очень дешево Мы их купили что-то за 50, невыгодная сделка Я думаю, хватит Продаем, 850 Мы наварились, плюс получили псибесов И время мастерской Так Повышенный урон Дополнительные снаряды или уязвимость к воздуху На самом деле, уязвимость к воздуху неплохо для героя было бы Давайте в этот раз возьмем дополнительные снаряды По урону одинаково Хотя у меня маловато бойцов осталось, да? У нас псибесы есть еще Урон математически лучше? Урон лучше, вроде как, если бафаешь Тем инженером Сначала арсенал, потом снаряды Давайте то, что будет лучше здесь и сейчас Ну да, сначала урон, потом снаряды было бы идеально Я не могу понять, что из этого лучше По-моему, блин, буквально одинаково Но если бить по воздуху, то, наверное, снаряды лучше Да Окей, знаете что? Если вдруг мы будем бить по ХП То снаряды лучше Потому что бонус на урон От снарядов больше, чем на... Да Окей, на случай, если надо будет бить по воздуху Тогда мы делаем снаряды Я думаю, это правильно Мало ли чего Кусь Нет, не извиню Ты меня продал Я бы Ну, может быть, не продал А Снабдил Новым направлением рабочей деятельности Как, где такое? Футболистов же тоже продают Покупают И футболисты, вроде как, довольны Там на новом месте работы будет еще лучше Не обращай внимания, что это был Рынок работорковли Спасибо, Лолечка Сдана 32 сердечка Спасибо за поддержку Окей Благодарю Мы не пойдем на ветеранов У них бонус управляющего У них костер На боевой дух Очень опасно И, по-моему, очень бесполезно Поэтому мы пойдем На легкий бой Там бедствие И Вот Да Вот так Окей Кого мы переставим в первую патьку? А надо ли кого-то переставлять в первую патью? Амм Не знаю Нужно ли нам это вообще? По-моему, первая патька себя неплохо чувствует Хотя, если мы добавим тебя, то тогда тебя можно отправить туда Или тебя Да, вот так хорошо Потому что эпси-бесы могут во второй патье классно работать У них атака распространяется, если боевой дух цели меньше, чем 50% Да, может, лолечка сейчас переродишься в имбу Так Окей Хорошо Хорошее расположение ловушек Плохое расположение ловушек Как обычно Перед Билкой героя На увеличение урона от ловушек Ну ладно Окей К нам куча льда пришла Три ледяных чувака Ледяной монах Я никогда такого не видел А где они у меня увидели урон льдом? Не знаю Игра запуталась, короче Ледяной монах Ледяной маг И Лиза Тоже с ледяным сердцем В общем, все бьют по области, кроме монаха И у нас, в принципе, нормально с резистами ко льду Кроме Тебя И в первой патьке перемешивание И у мага иммунитет к унынию Кстати, маг накидывает замедление Поэтому мы точно не будем ставить Часовщика Да Часовщика мы в этот раз ставить не будем Он плохо смотрит Пришла патька от мороженых Окей Песель хорошо танчит лед Кайф А его бы куда-нибудь сюда Дальше Кого еще лед? Хороший резист Отличный резист Фолона Его вперед сюда Песель на него баф наложит И джедай Нет Джедай не подходит Значит, ставим горгулью Все Очень просто Разисты ко льду у нас есть Все, кайф Окей Ловушку Приманка Обычную ловушку бафнет То есть вот эту в конце Соответственно Приманка нам не очень интересна Но и вентилятор плохо смотрится Наверное, мы просто гору костей поставим Ничего особенного Так Вторая патька Окей Ну вот здесь тоже со льдом Все хорошо И здесь перемешивания уже не будет Окей Вперед мы тогда поставим Верностая Он так хорош На вторую Бэр Леху Вот здесь сзади Ну типа у тебя все на боевой дух А боевой дух дает обморожение Нееет Нет 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 Я не верю Что игра так глубоко просчитывает Если она еще и учитывает Арты То Знаете что Проще было бы тогда уже сразу Устанавливаешь игру И тебе такая большая надпись на весь экран Ты проиграл Все Точка И больше ничего Черный экран Надпись Ты проиграл Игра Если бы разработчики хотели так сделать Они бы вот так сделали Все таки Черта должна быть проведена здесь Мы не можем верить Что игра еще и блин Просчитывает арты И смотрит тактики И вообще это самообучающийся искусственный интеллект Который готовится захватить мир Я не могу И это слишком Печально Давайте не будем Давайте не будем Луркер не пугай меня Спасибо тебе за донат Что с сердечком Ну не пугай меня Не надо Где-то Где-то должен быть лимит Окей Мы не выставляем Кэтшопа и вот этого Но пси-бесы будут дамажить И станы будут Блин Тут много урона Ааа Здесь мало урона Нормально здесь урона А? Нормально Оглушение Все фигня Будем делать И последняя ловушка Ну вот здесь я поставлю вентилятор Перед боссом Это тогда уже не игра А SCP какой-то Который, блин Все знает Я не хочу это верить Морожение На контрит Да ну нафиг Еще чего-нибудь хватало Танчим лед В любом случае У нас есть Ааа Ты стихийную уязвимость Накидываешь Ах ты козел Так Уныние Что-то у нас Плохо стакается Я что-то боюсь Живи Живи горгулья Горгулья жива Вот стихийная уязвимость Отлично стакается Ааа Да Не пробили мы на боевой дух Первой патькой Все шло так хорошо Ну сейчас будет же Сейчас будет нормально Паника сделалась Ловушки впереди Не представляешь Вот Смотрение spring Ворочий Ты неправильно Читаешь Я мало Лачка а ла ла лалjs а ла ла лампе я тяжело алелла алGuisticech-k 3 лону лава лава ла 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 л о-а лава policy Спасибо тебе за донат, сорок хвост Большое спасибо за поддержку Не, не мисплей, я все правильно Спасибо большое Благодарю Мы почти сбежали монаха, смотрите Теперь гоблинскую тревогу У нас спешка, мы должны сбежать здесь монаха У монаха так мало, у него 30 боевого духа А боньк? Хо-хо-хо, псибесы так хороши, когда во второй патьке стоят Они просто огонь Так, ну и оглушение попробуем навесить Ой, стан, как он хорош Хомбрюс бог Хомбрюс просто вообще, он так силен Невероятно, насколько он силен Он оглушает Он так оглушает Мы выиграли Изейший бой Самый изейший бой в мире Невероятный И ледяной скелет тапок Простите, тарок Отличный боец на боевой дух Кстати, в тему обморожения Он еще бонусы за обморожение получает Стоп Этот скелет, у него сила увеличивается Когда герои под обморожением А у нас пассивка на обморожение Он так силен будет Окей, мы потеряли нескольких чуваков Но ничего, они отойдут сейчас Так, нам срочно нужно золото тратить И я думаю, мы можем потратить его на улучшение ловушек Я думаю, это хорошая идея У нас есть классные ловушки Кусь Кусь Это как бесперспективничок Только с тремя ло Бесперсп... Бес... Бесперспективничок Спасибо, лолечка Сдана трезвать сердечком Бесперспективничок Окей Благодарю Спасибо за поддержку За новое слово Окей, мы хотим вентилятор улучшить Он в два раза усиливается Насчет Остальных ловушек я не уверен Я, наверное, оставлю деньги на тренера Кстати, тренер впереди приближается Отлично Командировка у нас так много чуваков И если мы отправим палачат Мы получим клык Мелинды Дебона восстанавливает здоровье на 150% Относимого атаками урона Если цель под действием эффекта пламя Абсолютно бесполезно Ты туда не поедешь Так Кэтшопа на 8 недель можно отправить У нас есть бойцы Кэтшоп Давай, привези нам крови А, кстати, кровь нам нужна на апгрейды У тренера Вовремя ты кэтшоп Оу-оу-оу-оу-оу-оу Идем к алхимику 121 слеза Одну секунду Так, слезы в кровь Слезы в кровь, слезы в кровь 60 крови Теперь продать раз Продать два Продать три У нас 1000 голды И мы все слезы в кровь сейчас переводим Мы сейчас будет самый массовый апгрейд За всю историю этой игры Сделали 60 крови 1000 золота Мы идем к тренеру Ооо, да Пошла жара А мне нужны Не нужна кровь Потому что Мы не сможем никого на четвертый левел апнуть Неважно, это на будущее, окей? У нас есть деньги Кровь еще пригодится Хорошо? Окей Мы точно обыградим Ларекина Это Часовщика Он так силен с апгрейдом Я думаю, я хочу горгулью загрейдить Она на самом деле мне понравилась Кайф Пассивка у нее хорошая Пси-бесы показали себя отлично Дешевый апгрейд Тарак У него такая офигенная Офигенная пассивка Что прям надо его Надо его грейдить, я думаю Кто еще работал? А, конечно же, Хоум Брюс Чемпион Герой Разрушитель Оглушитель Боец без страха и упрека И последний апгрейд Либо Александру Гарнастаю Либо Фолну Короче, осталось два бота И два скелета Огненных Ну, фиг знает Все эти апгрейды хороши Почему я всегда скелет? Не знаю Давайте проапгрейдим одного из головометов Или джедая проапгрейдить По-моему, головометы круче А, джедая, потому что у него больше сил Это, кстати, хорошая идея И мы идем на ветеранов О, мы идем на ветеранов О, как мы на них идем У них награда ловушка Нам ловушки не помешают Много золота И У них комната отдыха на хп Хо-хо-хо-хо-хо Головы на отдых? Новая тактика Мы никого не отправляем на отдых Вообще никого Или скоро конец Забега Вряд ли Вы думаете, сейчас будет финалка? Я не знаю, на какой неделе финалка в этой миссии Потому что я до нее никогда не доходил Так что Мы играем Играем тем, что есть Короче, пофиг У нас скоро вернется толпа хороших бойцов Главное не проиграть сейчас Давайте, ребят, сфокусируемся на том Чтобы пройти сейчас А потом будем разбираться с тем, что будет потом Окей, я Горгулья, кстати, стала офигительна Для первой пачки после апгрейда Она так уныние накидывает Просто жесть Окей, я думаю, что хорошее расположение Да Бойцы распределены Красиво Погнали Эти два чувака Пускай вот так и остаются Поехали Тут ребяток с сопротивлениями к унынию Ну А чем контрить сопротивление к унынию? Я не знаю Как бы Ха, ни у кого нет сопротивления уныния Игра сломалась Игра тупо сломалась Из-за того, что у нас слишком много бойцов выставлено Игра не знает, что делать Игра в шоке Она не может выставить на протидермальные резисты Потому что у меня здесь сборная солянка всех подряд Кстати, ледяной урон будет офигителен Здесь Ставочку бы Ставка на весь забег Уже сделана Так Ну что? Ловушки Как обычно Баф героя на ловушке просто супер расположился Окей Рыцарь дракон Рыцарь И бард Бард козел Но ничего страшного Нас бьют Физикой много Все бьют физикой Впереди В центре Массово Везде будут бить Главное По центру Поставить чувака С хорошей броней И С плохим сопротивлением огню И это Будет Либо пёсель Либо фоллн Ну фоллн Больше ХП Хотел Почти Скорость Хорошая Ммм Песня Наба Заградить Блин Че Его не Прям Грейтил Как у них Со скоростью 35 25 105 Опять На барда Не будет Работать Бонус Часовщика Начасовщик Так сильно Пьет Надо Часовщика С критом Ставить О Кстати Знаете Кого Можно туда Поставить Ледяного Мага У нас так Прямо Хорошей Брони Честно говоря Никакой Нет Ни у кого Чтобы Прям Танчить Танчить Поэтому Окей Давайте Давайте Гаргулю Тогда Вперед Ледяного Мага Сюда Не буду я Крит Ставить На часовщика От Песеля Я лучше Настакаю Побольше Уныния Именитетов К унынию Нет Мы должны Быть В порядке Броня У всех Нормальная Кроме Часовщика Но Часовщик Так сильно Бьет Его Не заменить Да Ледяной Маг В середине Идеален И у нас У всех Есть скорость Так что Мы Сходим Первые Кроме Часовщика Часовщик Проигрывает Барту Может Блин Тогда Но Часовщик Все равно Ударит Сильнее Всех Окей Нормально Так Вентилятор Мы будем Ставить Если То Здесь Иммунитетов К унынию Нет Надо Ставить Груды Костей Груда Костей Раз Пошла Приманка Опять Плохо Становится Потому что Я не знаю Хватит ли Уныния До этого Момента Может Не хватить Поэтому Здесь Я лучше Поставлю Наверное Вентилятор И Вторая Пати То же Самое Нужен Нужна Броня И плохой Резист К огню Ты Идешь В центр Думаю Что мы Мы хотим Поставить Барлёху Псибесов Ну а Вперед Опять же Кого-нибудь А Здесь Палач Будет Хотя Мы Минус 25 Броня У Наги Нага Вешает Станы Это Очень Круто Хомбрюс Тащил Нас Очень Долго Думаю Время Пришло Другим Вступить На путь Борьбы И Освободить Место Новому Поколению Из-за Резисторов Хотя Оглушение Конечно Круто Пошла Гаргулья И О Наконец-то Она стала Божественно Хороша Теперь Она Еще Стакает Уныние О Как Она Хороша И Ледяной Маг Давай Тащи Чувак Если бы Мы Еще Заморозку Накинули На них Для усиления Ледяного Мага Ребят Было бы Вообще Огонь Просто Пушка Была бы Был бы Мега Благодарен Ох Он ударил На сотку Ледяной Маг Сдох Сдох Все-таки С одной Атаки Ярость Ярость Я в учет Не взял Ладно Ярость Была Неприятна Кому Барда Бьем Воздушным Уроном Ну А что Ты Сделаешь Да Зато Уныние Сработало Правда Только На двоих Чуваков Ну Не зря Я боялся Что Уныния Не хватит До второй Ловушки И поставил Здесь Вентилятор Это Я молодец Что Вентилятор Поставил В любом Случай Дамага Мы нанесли Много По боевому Духу У дракона Остались Осталось 25% У нас Скорости Не так Много Но Пси-бесы Сейчас Дадут Жару Пси-бесы Очень Хороши И у нас Все-таки Больше Скорости Чем у них О Палач О Мой Бог Какая Красота Аривидерчи Прощайте До свидания Асталависта Бэйби Я имею ввиду Это было Очень Круто Ты Юзал С ловушки Но Это Было Круто Возьму Конвертер Энергии Он Хотя Что-то Дает Может Быть И К нам Вернулись Ребята Нам Вырубило Троих Чуваков Но Мы Все Еще В Порядке Так Тебя Переместить В первую Пачку Вместо Тебя Так Ну и что у нас 270 Золота Инженерно Апгрейд Ловушек Блин Вентилятор Крутой Мы сможем Его загрейдить На фул Ну-ка Сможем Четыре Усталости И Минус 50 Боевого Духа Это Жесть Давайте Мне на Фул Апгрейд Вентилятора Такая Сильная Ловушка Усталость Офигительно Семинар Это Временный Баф На следующий Бой Мы Это Делать Не будем Пойдем Грабить Деревня Очень Маленький Риск Здесь Добровольцам Плюс Один Мотивации И Шансы Ранения На Десять Недель А Не Хотелось бы No Game No Life Потерять Все остальных В принципе Можно Просто Плюс Один Боевой Дух Кайф Нифига Не Кайф Абсолютно Бесполезно Ну Ладно Алхимик Пока Не Нужен Кровь У нас Есть В запасе 30 Слез За 15 Крови Нам Не Нужно И Пойдем События Еще Одно И Песель Может Получить Се Плюс Левел Так Да Он Может Получить Плюс Левел Или Мы Можем Получить Орог Палач Хорош Никто Не Хочет К Нему Попасть Да Блин Один Уровень Написали Это Круто Мы Получим 200 Голды Но Рог Изобилие Это Отличный Просто Офигительный Артефакт Это Криты Они Работают На Боевой Дух Я думаю Оставляем Себе Берем Рог Рог И 200 Золота Песель Ну Извини Песель Ничего Личного Окей Мы Не Идем На Героев У Них Комната НРС Боевого Духа Не 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 С Этого Дня Мы Выбираем По Комнатам По Бонусам По Комнатам Отдыха Я думаю Рог Лучше чем Уровень На Одного Чувака Потому что Рог Работает На Всех Вообще На Всех О Вы Тоже Отдохнули Пожди У нас Бойцы Не А Булочку Вместо Кого Булочка Пускай Пока Отдыхает Тоже Норм Пускай Булочка Отдыхает Рог Затащит Героев Да Нет Там Комната Отдыха На Боевой Дух Я Не Буду Так Делать Я Пойду Там Где Самая Слабая Бесполезная Комната Отдыха Я Не Пойду На Героев Чат Отказываюсь Нам Скоро На Героев Еще Раз Идем На Ветеранов Золото Почти Такое же Монстра А там Снятие Дебафов Туда Я Тоже Не Хочу Ити Я Иду Туда Где Я Считаю Что У нас Самые Большие Шансы На Победу И Это Комната Отдыха Комната Отдыха Это Минус Блин Все Бонус Управляющего Трэш Да Но Золото Главное Монстры Нам Не Нужны У Нас Есть Монстры Слив Забега Хуже Чем Плохой Бонус Окей Поэтому Мы Делаем Так Мы Идем Мы Идем В Атаку Ассасин Козел О Мой Бок Ассасин Каждый Раз Когда я пытаюсь Поумничать И Уменьшить Риск Приходит Ассасин С бонусом На Плюс 50% Урона Монстрам С полным Здоровьем Я Ассасин Я такой Крутой Козел На тебе Вентилятор Шри Мой Вентилятор Магичка Которая Ресет Боевой Дух И Валькирия Ну Валькирия Со стихийной Уязвимостью Массовой Класс Короче Кто будет стоять впереди Сдохнет Есть желающие А Но Мажоретка No game No life Easy dodge Первой атаки Она Контрит Ассасина No game No life Сильнее чем Ассасин Как вам такая Вечеринка Далее Это еще не все Вы думали Это все Это не все Дальше Мы ставим Чем нам она еще Бьют Впереди Воздухом Бьют Пофиг Да Воздух Не пофиг Окей Что воздух Еще массовый Дальше Мы можем Поставить Варианты Можно поставить Просто много Уныния То есть Отжидаем Третьего уровня И Тапка Или Или можно Стакать Слабость Что тоже Очень круто Снятие Дебафов Есть Один раз У них Да Я думаю Что мы Хотим Фигачить Слабость И тогда Лучше Поставить Джедая Чем Тебя Ледяной Маг Хорош И у него Да Сила Увеличивается За обморожение Но не факт Что обморожение Будет И вообще Каргулю Есть смысл Поставить Каргулю Бьет На 16 Плюс Один Уныния Этот Накладывает Больше Всех Уныния Три Можно Упороться В Уныния И накладывать Шесть Уныния И не Ставить Слабость Тарак Я тебя тапком Продолжаю Называть Извини Я не Специально Окей Тарак Усталость Уныния Усталость Уныния Блин У нас такая Много Уныния Я думаю Что усталость Нужна Усталость Кайф Я думаю Усталость Наш выбор Здесь мы Пытаемся Сбежать Ассасина До того Как он Походит Так что Считаем Что природного Урона Нет Значит Мы ставим Разиск Воздуху Воздух 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 Минус Тридц Блин Псибесы Так сильны Воздух Воздух Мы просто Сбежим Ассасина Чтобы сбежать Ассасина Нужны Псибесы Блин А у него То скорость Самая большая Из всех Мне шотнет Чувака Окей 115 скорость У меня есть скорость Больше 115 Нет Блин Что я тогда Сделаю Тогда он Убьет Любого Может быть Под слабостью Он не убьет Палача С одного Удара Я не знаю Есть шанс 15 Разиск Броне Псибесы Вообще Так круче Сейчас Чем Кэтшоп Но у Кэтшопа 50 К воздуху Разиск Так что Наверное Мы хотим Взять наоборот Тебя сюда Тебя сюда Погнали Ну и последняя Ловушка Ставим Груду костей Не допустить Ассасина Очень важный момент Ассасин Здесь Смертельно Опасен Но Мажоретка Спасибо No game No life Норм Должна быть Ставим Ставим Усталость Много Усталости Мажоретка Так хороша С своим Доджем Это Офигительно Просто И у ассасина Теперь Минус 50% Урон Мы уже Ровно 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 Столько Сколько Нужно Нам Нам нужны Станы Давай Стан Он Брюс Он Застанил Ассасина Как он Хорош Он Так Хорош Молодец И еще Так Раз Десять Раз Будьте Добры Давай Еще Раз Давай Чувак Нет Ф Хомбрюс Промахнулся О Нет Только Не Это Хомбрюс Пожалуйста Нет Хомбрюс Ты Ты был Избранником Ты должен был Убить Ассасина Ф Окей Мы хотя бы Мы его сбегаем Здесь Аж перед героем А у нас Три выстрела Окей Надо Надо бить Ааа У нее 60 Разист У всех Разист И к воздуху Окей Давайте Герой Давай Тащи Окей У нее 25 Боевого Духа Плюс Паника Окей У Валькирии 25 Боевого Духа Сейчас Она Получает 15 10 Плюс 50 Процентов От Паники Получает 15 Мы Кидаем Бомбу Она Должна Сбежать Бомба Бьет На 10 Плюс 50 Процентов Есть Она Сбежала Здесь 117 Боевого Духа О О Я думаю Я думаю Что мы Будем Бить Так 40 Мы Получаем 40 Щита Она Бьет На 87 Нам Нужны Щиты Я думаю По Боевому Духу Мы Не Вытащим Мы Только Вот Так Можем Заковырять Очень Медленно Мы Не Заковыряем Мы 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 Не Заковыряли Ребят Этим Бомбой По 10 Урона По 15 Нам Нужно Было Сделать 10 Ходов Она Бьет На 80 У Нас 500 ХП Максимальная Она Рессает Себо Боевой Дух Каждый Ход Она Убьет Нам Героя Тупо В одно Лицо Там С Половиной ХП Убьет Героя А Она Еще И Регенит Боевой Дух Да Убивает В одно Лицо Героя Какой Бесполезный Герой Это Невероятно Просто Невероятно Бесполезный Герой Ничего Не Делает Все Монстры Так Тащили Так Старались Все Блин Все Все Сделали Что Только Можно Было Но Она Даже Не Могла Она Даже Не Могла Блин Одного Героя Победить Как Такое Возможно То Что За Бесполезная Фигня В итоге Не Ососил Был Проблема Чародейка Она Делала Все Килы Да Чародейка Я Маю Ввиду Ну Она Типа В конце Осталась Просто Самая Последняя И Все Почему Нельзя Было Сделать Инженеру Норму Атаку На Боевой Дух Хороший Вопрос Очень Хороший Вопрос Потому Что Пошел Инженер Нафиг Мы Нормальную Атаку На Боевой Дух Дадим Бегемотихе Мы Ей Дадим Саркофаг Стабильно Спавнящийся Между Групп Монстров Саркофагу Мы Дадим Три Хода Неуязвимости И он Будет Бить На 60 По Боевому Духу То есть Он Будет Бить Примерно На 180 По Боевому Духу Без Апгрейдов Ну Стоковый Саркофаг Мы Самой Бегемотихе Дадим Атаку На Боевой Дух Там Насколько Она Бьет Сейчас Сейчас Посмотрим Ой Иди Нафиг Со Своим Уровнем Уровень Набила Молодец Какой Что Бегемотиха Где Ее Обилки Обилки Не Посмотреть Да У нее Обилка Бьет На У нее Обилка На Боевой Дух Одна Бьет На 40 По Боевому Духу На Героя С Низшим Показателем Боевого Духа Единичная Вторая Обилка Массовая На Минус 20 Боевого Духа И Накладывает Усталость Что Отличный Дебаф Которому Нет Иммунитетов В игре Кайф Про Саркофаги Я молчу Там Там Имба Или Этот Короче Я не знаю Че Инженера Так Забрили Стой Инженер Самый Прокаченный Или У погонщика У него То же Самое Ну Да Вы Правы Зато Очень Жизненно Все Работают А Начальник Руина Я имею Ввиду Может Это Специально Может Быть Это Такой Смысл В этом И талант То есть Урон Боевому Духу Который Механоиды И ловушки Наносят Героям Находящихся Под действием Эффекта Яд Увеличивается На 10-20% Прокачка Это Последняя Прокачка До которой Мы можем Добраться Сейчас Урон Боевому Духу Который Наносят Механоиды И ловушки Находящим Героям Под действием Эффекта Яд Яд Карл И только Механоиды И Ловушки Даже не все Монстры Исключительно Механоиды И ловушки Не все Монстры Только Механоиды И ловушки Это Ультимативная Прокачка Абилка Как Почему Почему За что Мне Это Билд На яды Дух Посмотри Что у других В топе Прокачки Окей Управляющий Получает 10 Скорости Горящий Хлыст Наносит На 10 30% Больше Урона Вампир Добавляется К начальным Монстрам Где вы Видите Какие-то Условия Чистые Бонусы Чистые Бонусы Без Лишних Без Требований Скорость Больше Урона Хлыстом Вампир Начальные Монстры Пожалуйста Будьте Добры Бегемотиха Благословление Галтора Накладывает Панцирь Урон Получаемый Атак Снижается На 20% А что Такое Благословление Галтора Я не Помню Это Какая-то Ее Обилка Да По-моему А Заклинание На Обертывание Окей 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 Ну Такое Ну Хотя бы Оно Всегда Работает Увси На Всех Ой Ой Капец Это Звездец Ну Вот Эта Прокачка Кстати На Ловушке Хорошая Если мы Сбросимся Мы сможем Раскачать Себе Вот Эту Штуку С вероятностью 20% Ловушки Будут Получать Дополнительное Действие В начале Боя Так-то Нехило Разрам Гуманитарий Инженер Плохой И математика Ох Помнишь Мы когда-то Думали Что Дриада Трэш Не говорите Ребята Я теперь За Дриаду Хочу Поиграть Мне кажется После этой Жести Дриада Кайф О Дриада Анлочит Дракона Скелета Так Дракон Скелет Наверное Для всех Анлокнется Впереди Бьет Огненным И воздушным Уроном И менее 10% Максимального Боевого Духа Из цели Если ее Здоровье Выше 50% Невероятно Это Играбельная Лего В скелетах Опа Нам нужен Этот Дракон Окей Мы должны Добыть Этого Дракона Похоже Что это Анлок Для всех Да И у него На боевой Дух Есть Хорошая Обилка С замедлением Он восстанавливает ХП Когда другие Монстры Умирают Защита От масс Урона Блин Прикольный Дракон Мне это нравится Хорошая Лего Поделать Все Анлоки Получается Тогда Тогда Спидран Дриады Ну За 10 минут Мы Не Не Сделаем Спидран Дриады Дракон Дракон Скелет Мне нравится Надо Значит Его Сделать Так Ну Что Тогда Следующая У нас Будет Дриад Я Вроде Как Собирался Вообще Закончить Я Собирался Вообще Закончить Играть В Этих В С С Супер Автозвери Пролетели Сегодня Я Тогда Когда Забил На Legend of Keepers Когда Мы Задряду Не смогли Пройти Я Думал Я В нее Больше Никогда Не буду Играть Не Отпуска Все Все